канал за гет поступил такой вопрос как понять когда нужно противиться злому а когда надо принять то что происходит как волю божию ну как понять противить или злому во первых злому всегда нужно противиться начнем с этого что если мы видим какое-то зло но какое может быть зло оно может быть на разных уровнях то есть что разрушает душу человека жизнь человека жизнь церкви жизнь государства конечно нельзя этого не противиться надо делать максимально чтобы это зло становилось если это возможно но если говорить злые слова значит надо сделать ему замечание в случае если мы можем это сделать у нас такая возможность есть если совершать какое-то преступление мы этому свидетели то мы не можем мимо пройти не по совести то есть есть возможность надо остановить это преступление если вере нашей родить некая опасность если мы слышим лжеучения конечно да восстать на это лжеучение если мы можем то слова сказать об этом прямо если мы не можем правильно сказать тогда вообще уйти и не слышать не слушать и другим не давать чтобы другие не повреждались так далее то есть зло он очень разнообразно и всегда надо восставать на это зло нельзя потакать зло иначе будет размножаться она будет преувеличиваться ну как понять волю божию господь порой попускает те или иные скорные обстоятельства которые мы определяем как некое зло для чего попускает мы до конца конечно не понимаем вернее не понимаем какие-то частные вещи глобально мы верим что в этом есть некая польза для спасения нашего поэтому многие вещи которым мы не понимаем и которые бывают для нас трудные скорбные и кажутся нам злые но примем как попущение божие будем стараться останавливать зло если мы по совести понимаем что это зло опасно но одновременно будем иметь некую мудрость если мы ничего сделать не можем то есть вещи которые нужно потерпеть и принять как крест ну например заболел человек какой-то тяжелой болезнью что это добро или зло какой степени конечно зло что что будь хорошего в болезни но упустил господь на болезнь потерпим ее есть какой-то с нами трудный человек который несет себе некое зло а мы ничего сделать мы не можем но с одной стороны нужно попытаться остановить его если он опасен для нас для окружающих но другой стоит нужно и потерпеть его тоже как непопущение божия и в этом будет мудрость потерпеть то что мы не можем изменить поэтому здесь двояко с одной стороны надо сопротивляться злому другой стороны многие вещи приходится терпеть как попущение божия но как узнать волю божию такой глобальный вопрос конечно в этом великая мудрость узнать какова воля божия нас это такой вопрос больше на параллельный с первым конечно воля божия познается все написание если мы будем читать священное писание и вчитываться в тексты и применять слово божие на нашу жизнь то мы можем узнать для себя волю божию как хочет господь чтобы поступили по западе своим как еще можно дать волю божия ну когда мы читаем своих отцов когда мы узнаем святотический опыт опять же мы узнаем волю божию как она проявляется в жизни людей можно помолиться богу вот простите бога чтобы он открыл что он хочет от нас вот есть такой совет помолиться например там несколько раз в одном и том же иногда бывает на сердце некий ответ мы как будто бы понимаем как нам поступить и можно принять это за волю божию так поступить можно спросить и духовника посоветоваться со священником вообще когда мы спрашиваем когда мы советуемся мы уже смиряемся за смирение господь дает нам зачастую какой-то правильный ответ который можно воспринять поэтому надо чаще советоваться часть спрашивать и так тоже может быть познаваемо воли божия ну что касается еще написание то посмотрим что говорит библия воля же твою кто познал бы если бы ты не даровал премудрости и не не спасла свыше затага твоего духа и это говорит о том что воля божия всегда постарается через помощь божию тогда когда дух святой касается нашего сердца нашего разума но если мы хотим ее познать то господь обязательно приходит на помощь и даст нам все необходимое для вразумления внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а